Всем здравствуйте! Мы очередной раз в гостях у известного адвоката Алмана Уписова вместе с Азаматом Байкеновым. Я передаю слово Канату. Асалану Кунгостар. Сегодня нас интересует статья 20 Конституции РК, которая гласит первая статья 20. Свобода слова и творчество гарантируются, цензура запрещается. Распространением информации занимаются у нас журналисты. По законодательству Казахстана журналистам также приравниваются и блогеры. Сегодня с нами известный блогер Азамат Байкенов, у которого около 60 тысяч подписчиков на YouTube-канале. Азамат, добро пожаловать в Алма-Ату. Расскажите, пожалуйста, с какой целью вы сюда приехали? Здравствуйте, друзья! Ну, как вы знаете, я занимаюсь тем, что публикую материалы, связанные с нарушением прав человека, проведением митингов, мирных пикетов, шествий. То есть оказываю некую информационную поддержку гражданским активистам, гражданского общества. Также посещаю судебные процессы. Буквально на днях прошел судебный процесс Мухтара Джекишева в городе Семей. Я занимался тем, что осветил его, да, и после чего поехал обратно в Петропавловск. То есть там в 18 часов дороги приехал в Петропавловск и буквально через час был вызван следователем ДВД. Знаете, в 2016 году, в декабре, на меня было заведено уголовное дело по статье «Возбуждение социально-сословной розни», статья 174. Но по приезду в Петропавловск, именно после суда, следователь ознакомил меня с постановлением о переквалификации дела со 174 статьи на 405 часть 2, то есть участие в экстремистской организации. Но первоначально возбудили в связи с вашей профессиональной, любительской и профессиональной деятельностью? Да, именно в связи с блогерской деятельностью первоначально возбудили за возбуждение социально-сословной розни по 174. Теперь ее переквалифицировали по 405, то есть участие в экстремизме. И следователь ознакомил меня с экспертизой, в которой было четко написано, что возбуждением социально-сословной, расовой, родовой, межнациональной розни я не занимался, то есть в моих публикациях подобного нет. И в дальнейшем там в этой экспертизе были заданы вопросы, являюсь ли я членом ДВК. И, в общем, то есть они быстренько, поняв следователей, что по 174 у меня нет нарушений, переквалифицируют на 405 и высасывая из пальца. Я понял, что мне необходима юридическая помощь, так как в Петропавловске реально нет адвокатов опытных, которые занимаются именно политическими делами. Я считаю, что это чистой воды политика, пытаются мне закрыть рот этой статьей. Поэтому сразу после беседы со следователем, после того, как он ознакомил меня с тем, что я уже являюсь подозреваемым в уголовном деле, я сразу направился в Алмату для того, чтобы получить консультацию. На данный момент у меня имеются два адвоката, Айман Умарова и Голуна Руписов, с которыми мы сегодня хотели бы поговорить. Я хотел бы задать именно вопрос сейчас. Насколько промомерны действия сотрудников полиции, что они переквалифицировали из 174 статьи возбуждения сциально-соступованной розы на 405-ю экстремизм? Правильно ли они сделали вообще? Законно ли это? Отвечу сразу. Нет, неправильно. Потому что у нас по новому уголовному социальному кодексу у нас сейчас нет возбуждения уголовного дела. У нас есть регистрация ЕРДР. ЕРДР регистрируется по одному конкретному факту. Возбуждение розни. Это отдельная тема, если мы можем его как-то развить, но это на сегодняшний день, она противоречит вообще принципам нашего существования. Почему по этой статье у нас переводят в экстременцию? Хотя смысл этой статьи это дискриминационная статья. У нее принципы другие, принципы работы другие. Теперь, когда была регистрация по 174, процессуальное решение должно быть, если они не нашли, прекратить уголовное преследование в связи с отсутствием состава. Теперь, если они находят какие-либо признаки, как они говорят по 405 и участие в какой-либо форме, они должны были сделать новую регистрацию, по новой уже запускать эту процедуру. А вот эта переквалификация, это старая система, когда у нас еще действовал в прошлом, до 2014 года, уголовно-процессуальный кодекс, возбуждался уголовного отдела, и вот вся процедура шла. Зачем учтение? Галам, в последнее время часто и часто слышно статья 405. Что это за статья? Сама статья, она очень интересно звучит. Участие в запрещенной организации, либо объединении. Вот в данной ситуации необходимо нам четко понимать, что такое организация, что такое объединение. Но на сегодняшний день у нас есть решение Есильского суда относительно общественно-политического движения, которое было запрещено этим судом, как экстремистское. Соответственно, здесь мы вот как-то тоже говорили, что такое движение, что такое организация. К этому решению есть очень много вопросов, насколько оно у нас было правильно. Но 405 это сейчас статья такая ходовая, как говорится, привлекают за то, что их думают, что они имеют участие к общественно-политическому движению ДВК, которое для решения Есильского суда запрещено. По этим делам у нас были процессы, все мы известны, Оксана Шевчук, Джокерова Гульзипа, Демиова Жазира, Болотхан Женусов, Едмит Казиев. Это лично те дела, где я принимал участие как адвокат. Эта тема для меня понятна. И из всех этих пяти дел я никогда не видел именно то, что здесь в этом деле какой-то криминал. Вы сами были участниками, вы присутствовали. Как пытались они все доказывать, но они политическое вводим, все проталкивали. Как вы думаете, эта статья получается просто людям затыкают рот? Используют это все так? Санкция, наказание для чего делается? Для того, чтобы присоединить человека по сути своей, если уж на то пошло. Если там действительно есть состав, мы это еще определим. Но с ваших слов, как я понял, я там состава как такового не определил. Вы являетесь признанным экспертом по этой 45-й статье. Многих людей защищали. И часто вы упоминали на процессах, что 405-я статья, она противоречит статье 5-й Конституции. Республика Казахстан признается идеологическое и политическое многообразие. В данном случае у нас в гостях в Алма-Ате известный блогер, который приравнивается к рангу журналиста. Журналист занимается распространением информации. Свободный доступ к информации – это одно из фундаментальных прав человека. То есть мы можем себя чувствовать свободными только тогда, когда у нас есть свободный доступ к независимой информации. Эту независимую информацию нам предоставляют журналисты и блогеры. На нашего блогера возбудили уголовное дело. Тем самым попирается статья 20-я, что свобода слова и творчество гарантируются, цензура запрещается. Скажите, Галам, в западных странах, как происходит в известных, в цивилизованных странах, как ведут себя граждане, что они делают в случае, если ограничивают их права на свободу получения информации? В этой части мы должны сразу понимать, что мы поразгласили себя демократическое. Что такое демократическое? Демократическое государство – это государство, которое защищает права человека. Что такое право? Мы здесь как раз тоже смотрели, что право – это свобода. В данной ситуации, когда есть партнерство государства и общества, общество, заявляя о своих правах, оно каким образом? Путем выборов. Может, здесь сказать, вот мы видим такую идею, объединились, создали определенную политическую силу и продвигаем эту идею. Либо путем митингов, если это не получается. Вот мы видим желтые жилеты во Франции, там в Англии, когда Brexit был, там какие митинги были. Вот Людмила Козловская как-то в Фейсбуке выбрасывала видео митинга, мирного шествия, митинга в Брюсселе, там по экологии что-то. То есть это естественное право человека, оно относится к политическим правам. Потому что я живу в этом обществе, если что-то меня не устраивает, я об этом заявляю. Если ее не слышат, то у меня другого варианта, мне остается как выйти и сказать, извините, ребята, у меня вот такая проблема, услышите меня. То есть это нормальная форма диалога между обществом и властью. Да. Она делается в виде не каких-то WhatsApp, SMS-сообщений с властью, а тем, что люди выходят на митинг и говорят, что ей не довольны. Это форма диалога общества с властью. Это называется митингом. Да. Но у нас есть 32-я статья, где четко прописано, да, граждане Республики Казахстан в праве мирно и без оружия собираться проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования. Соответственно, у нас есть эти права? Да. Да. Только вот у нас здесь, конечно, большой вопрос к самому закону, уведомительный или разрешительный характер. Но мы уже разобрали, что Конституция всегда выше, и у нас есть Международный кодекс о правах человека, где говорится, в 19-е статья, что есть право на уведомительный характер на митинге. Кстати, как наша партия называется? Кущая партия. У нас Кущая партия СР. Вот, соответственно, мы хотим сказать следующее, что мы Кущая партия отстаиваем и настаиваем все время на законность, что перед законом все равны. И, соответственно, мы будем отстаивать в данном случае 20-ю статью Конституции, где написано «Свобода слова и творчество» гарантируется. Вот, соответственно, вот этот гарантом, если у нас является президент, мы хотим, чтобы в данном случае 20-я статья гарантировалась. И вот подобного рода преследования, чтобы прекратились, защищая Конституцию, защищая 20-ю статью, мы будем защищать себя и, соответственно, Азамата. Кущая партия будет защищать в данном случае Азамата Байкенова. Спасибо. Все, спасибо.